Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Наверное, каждый огородник выращивает у себя на участке редиску. Это замечательная культура, неприхотливая, очень вкусная у нее корнеклода и, конечно, все мы ее любим. Все знают, что редиску можно выращивать как весенним посевом, то есть сеем ее в зависимости от региона, или в конце апреля, или в начале мая, и она дает неплохой урожай. Кроме того, можно выращивать редиску и под осень. Осенью редиска вырастает ничуть не хуже, даже, на мой взгляд, корнеплоды еще лучше, поскольку уже прохладно, вредителей нет, и урожай бывает хороший. Этот сезон не исключение. Урожай редиски, которая была посеяна для осеннего потребления в августе месяце, был собран 2 сентября. Выращивалось два сорта редиски. Круглая красная сорт аппарат и ледяная сосолька, белая редисочка. Оба сорта показали себя отлично. Корнеплодики вкусные, сочные. Ну, замечательная редиска, что тут говорить. И вот, когда эта редиска была убрана и с успехом начали ее использовать для еды, как раз освободилось местечко после огурцов. Огурцам большое спасибо, дали очень хороший урожай, хватило их на все нужды. Ну, холодные росы сделали свое дело, ботва практически засохла, и было принято решение их убрать. Чтобы место не пропадало, им на замену была посеянная редиска, уже самая последняя в этом сезоне. Сделано это по нашим, по крайней мере, сибирским меркам довольно поздно, 5 сентября. Но, однако, попытка не пытка. Семян у меня в достатке, они свои собственные, выращиваю их самостоятельно, их не жалко. И решил попробовать получить урожай редиски еще один разочек. И вот редиска успешно была посеяна, погода была хорошая, начала всходить довольно хорошо. Но тут, к сожалению, как это неминуемое происходит каждый год в нашей местности, начались очень сильные заморозки. Даже порой доходили до минус 10. Конечно, пытался редисочку прикрывать, но все-таки даже такому стойкому бойцу, как редиска, пришлось очень нелегко. И она росла довольно медленно. Но, однако, продолжал редиску укрывать. И в середине октября все-таки редиска уже начала не выдерживать. Но, действительно, заморозки практически каждую ночь. И, несмотря на укрытие, повреждения не применули появиться. Вот видно, как выглядит редиска в середине октября. Видно, что листовой аппарат уже довольно сильно поврежден. Но корнеплодики начали завязываться. Поэтому было принято решение, поскольку укрывать редиску у меня уже возможности нет. Не каждый день я нахожусь на даче. Сезон закрывается. И редиску решили убрать. Корнеплоды все-таки завязались. Но, однако, конечно, они довольно маленькие по сравнению с редиской, которая выращивается летом и ранней осенью. Но, все-таки, редиска молодец. Урожай был собран. Росла редиска, получается, практически полтора месяца. Ну, довольно медленно из-за холодов. Но, все-таки, некоторое количество, пусть и не очень крупных корнеплодов, было собрано. Вот так выглядит урожай самой последней редиски в этом сезоне. Мало того, что это самые последние корнеплоды, но это, пожалуй, самая последняя культура этого сезона. Все уже давным-давно убрано. Ничего в огороде нету. Уже отключили водопровод и электричество скоро у нас отключат. Так что, редиска самая последняя культура на участке. И вот такие корнеплодики, пусть они не крупные, но они довольно крепенькие, целые, здоровые и вкусные. Уже попробовал, конечно, эту редиску. Так что, редиска все-таки дала урожай. И это, повторюсь, при посеве 5 сентября. Довольно поздновато. Но не всегда бывает такая холодная осень с такими заморозками. Было бы потеплее, редиска бы дала и урожай побольше, и поспела бы пораньше. Но как бы то ни было, все-таки сделано это не зря, и урожай редисочки лишним никак не будет. И вот к самому закрытию сезона, на участке уже пусто. Вот эти самые последние корнеплоды редиски, они очень даже к месту. После того, как редисочка помыта, обрезана, выглядит очень симпатично. Корнеплодики красненькие, вкусненькие, сочненькие. Ну, просто замечательные корнеплоды. Так что, правильно сделал, что я посеял редиску. Вот такая замечательная культура редиска. Я даже до середины октября, это в открытом грунте, повторюсь, никаких тентов над грядками не устанавливал. Только на ночь прикрывал, и то, должен признаться, не каждую ночь, не всегда мне это удавалось. И вот редиска выдержала. Так что, в конце пожелаю всем нагородникам выращивать эту замечательную культуру редиску. Не забывать и про осенние посевы, и получать урожай вплоть до самой поздней осени. Но корнеплоды редиски все это знают, очень вкусные, и всегда нас порадуют на столе в различных блюдах. Желаю всем хороших урожаев, всего самого доброго, до свидания.